К другим темам. На январском заседании Комитета по ЖКХ Законодательного собрания Владимирской области депутаты проанализировали сразу две насущные темы. Встретились с энергетиками, чтобы решить проблему участившихся аварийных отключений электричества в населенных пунктах региона, а также обсудили тему ремонта и строительства дорог. В свете многочисленных нарушений и плачевных финансовых показателей, Владимирская организация ДСУ-3 рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства. Еще в июле прошлого года ЗАГС Собрание отправило депутатский запрос во Владимирэнерго с просьбой принять меры по минимизации аварийных отключений. Эти меры были приняты, однако энергетики столкнулись еще с одной проблемой. В рамках 10-метровой охранной зоны, которую мы по закону можем реализовывать, мы не можем сделать на свое усмотрение где-то 15 метров, где-то 20 метров, где-то 30 метров, что будут выпадать деревья, которые высотой по 20-30 метров. И какие бы мы мероприятия не проделывали, спрогнозировать падение вот этих деревьев, которые падают на сети и рвут их, просто невозможно. Снег оседает на деревьях, они подламываются и обрушиваются на провода. Потенциально опасные деревья специалисты по обслуживанию электросетей удаляют. Но закон разрешает делать это лишь внутри 10-метровой зоны отчуждения, вдоль всей линии. Все, что растет за ее пределами, трогать нельзя. Председатель комитета по ЖКХ Андрей Фатеев выступил с предложением о расширении охранной зоны, что позволит снять до 80% проблем, связанных с жалобами жителей на энергоснабжение. Сейчас комитетом будет прорабатываться этот вопрос в плане инициативы выхода в Государственную Думу для того, чтобы внести изменения в плане либо определения определенных участков, на которых будет другая члена охранной зоны, либо мы меняем полностью охранную зону именно для того, чтобы деревья не доставали до линии летопередачи, тем самым не нарушая провода. Затронул комитет и тему ремонта и строительства дорог. Депутаты выслушали доклад аудитора счетной палаты по ситуации с некогда мощнейшим предприятием в дорожно-строительной сфере области ДСУ-3. Долги Владимирской организации растут. В минувшем году по сравнению с 2020-м выручка предприятия сократилась более чем на полмиллиарда, а вот задолженность увеличилась до 400 миллионов рублей. Эту тревожную ситуацию аудиторы объясняют в частности недобросовестными действиями бывшего директора Владимирской конторы, который сейчас находится под следствием. Был выявлен ряд недостатков и по итогам проверки счетной палаты также было представление также счетной палаты на устранение этих недостатков. В данный момент разработан ряд мероприятий, представленную счетную палату по устранению именно этих недостатков. Большая часть из этих мероприятий уже приведена в исполнение. Законодательное собрание не только разрабатывает бюджет, но и следит за его исполнением. А в случае с ДСУ-3 ситуация требует незамедлительных и действенных мер. Мы заслушали сегодня отчет счетной палаты за 9 месяцев 2021 года. Мы заслушали информацию от нового руководства ДСУ-3 и ДТТ и ДТХ Владимирской области. Тем не менее, решение комитета признать работу ДТ и ДТ, который является учредителем предприятия ДСУ-3, недовлетворительным. Также депутаты поддержали инициативу обращения прокуратуру и ФСБ. Третье решение комитета было в месячный срок предоставить информацию о тех мерах, которые были приняты для того, чтобы устранить данные недостатки. Данный вопрос более подробно депутаты рассмотрят на Мартовском комитете.